Здравствуйте, я Радислав Гондопас, мы записываем для вас уроки лидерства и сегодня вы смотрите очередной, он будет называться Перестань мечтать, начни планировать Хочу быть продавцом мороженого Почему? Чтобы бесплатно есть мороженое, я его так люблю Хочу жиму в супермоделе Зачем? Ну как? Чтобы друзья завидовали Хочу белоснежную яхту Почему? Ну не знаю, просто хочу и все Вот как вы думаете, сколько лет человеку, который так формулирует свои желания? Сколько бы лет ему не было по паспорту, мы понимаем, что это ребенок Это мечта А чем мечта отличается от плана? Чем мечта отличается от намерения? Мечта не предполагает действия Хочу и все Мечта всегда открывает только одну положительную сторону явления И третье, мечта не учитывает побочных эффектов и отдаленных последствий Продавец мороженого может со временем мороженое разлюбить Но останется на всю жизнь с нелюбилой пастурой профессии Супермодель, бывает и такое, утратит былую молодость и привлекательность И мужу придется жить с недалекой взбалмошной женщиной А у владельца белоснежной яхты может оказаться морская болезнь И каждый выход в море будет для него пыткой Может такое быть? Запросто может Вот чем кончаются мечты Не всегда, но зачастую Пора перестать мечтать и оставить это детям И приступить к поведению взрослого человека Который мечту вовсе не отменяет А быстро переводит ее в формат В формат плана и намерения Где предполагается действие Где учитываются все плюсы и минусы И где учитываются отдаленные последствия ваших решений Задание Прямо сейчас Упражнение Эксперимент Попытка Но если вы эту попытку будете совершать регулярно И это станет вашим регулярным действием Для вас не будет, во-первых, ничего невозможного А во-вторых, вы повзрослеете в хорошем смысле слова Вы станете реализовывать то, чего вы хотите И вы станете, более того, хотеть того, чего вам действительно нужно Итак, возьмите лист бумаги и напишите четкую, внятную цель Которую вы хотите прийти, нет, не через 50 и не через 10 даже Через год Но такую цель, чтобы было понятно, достигли, не достигли Она может быть связана с работой Может быть связана с вашим хобби или чем-то еще Через год Второе Запишите, что вы получите, когда вы реализуете эту цель Что вы будете чувствовать Что с вами произойдет Третье То, о чем многие забывают Напишите, на что вам придется ради этого пойти Какие жертвы принести Время, силы, деньги В чем-то себе отказать Запишите Как взрослый человек Ответственно И следующее Напишите пошаговый план Что и зачем вы будете делать для реализации этой цели Желательно со сроками С тем, чтобы вы могли увидеть Выходите ли вы на достижение этой цели через год Если вдруг становится понятно после этого Что через год эта цель недостижима Лучше отодвигайте планку Если вы понимаете, что год для такой цели слишком много Приближайте ее Ставьте тот срок, когда вы, достигая этой цели Могли бы быть на взводе Чтобы не оттягивать Чтобы не размазать достижение цели После того, как вы сделаете это упражнение А вы его сделаете Вы почувствуете прилив сил Действуйте сразу Пока ваш энтузиазм на пределе Это был Радислав Гантапас Очередной урок лидерства Возможно, увидимся снова